Тема моего доклада – «Атака мертвецов. Забытый подвиг». Цель работы состоит в том, чтобы рассказать о забытом подвиге русских солдат, совершенном в годы Первой мировой войны, а также обратить внимание моих ровесников на героизм и великую силу духа наших солдат. Противоречия между Германией, Францией, Великобританией и Россией стали нарастать задолго до начала войны. К 1914 году оформилось два блока. Блоконтанта, в который вошли Россия, Великобритания, Франция и Труйственный Союз, объединивший Германию, Австро-Венгрию и Италию. Крепость Осавенц была построена, чтобы защищать переправу через реку Бобры и оборонять транспортный узел от возможного удара из Восточной Пруссии. Обойти крепость в этой местности было невозможно, так как вокруг была непроходимая, болотистая и озерная местность. Крепость имела важное статистическое значение, поэтому немецкая армия несколько раз пыталась взять ее штурмом. Каждый раз неудачно. Первые две попытки штурма были предприняты в сентябре 1914 года и в начале 1915 года. Оба закончились неудачи, и немцы понесли очень большие потери. Из-за этого они не стали восстанавливать приступ, а решили копить силы и в свое время следующей атаки использовать химическое оружие. Десять дней немецкое командование ждало нужного направления ветра. И вот утром 24 июля 1915 года в 4 часа утра одновременно с открытием артиллерийского огня в германские части применили против защитников крепости отравляющий газ темно-зеленой окраски. Смесь хлора с боем. Вот как описано это в дневнике боевых действий 226-го приходного землянского полка. Около 4 часов утра немцы выпустили целое облако удушливых газов и под их прикрытием густыми цепями повели энергичное наступление. Химической атакой из строя разом было выведено более 1600 человек. Тяжелое отравление получили все без исключения. После этого на штурм выдвинулась немецкая пехота. Порядка 7 тысяч солдат. Они рассчитывали взять и безлюдившую крепость без малейшего сопротивления. Комендант крепости отдал приказ начинать контратаку. Возглавил ее в лавене Котлинский. К ней подключились остатки 8, 12 и 14 рот. Немцы, рассчитывавшие, что просто займут незащищенные позиции, пришли в ужас, когда навстречу им выдвинулись солдаты с обмотанными тряпками на лицах, живые мертвецы. Приближившись к противнику, подпоручик Котлинский во главе со своей ротой бросился в атаку. Штыковым ударом сбил немцев в занятые им позиции и заставил их в беспорядке бежать. Не останавливаясь, 13-я рота продолжала преследовать бегущего соперника. Один из очевидцев сообщал в газете «Русское слово». Я не могла писать о злоблении беженства, с которым шли наши солдаты на отравителей немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшийся шратнель, не могли остановить натиск расперепевший солдат. Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью – раздавить немцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев. Роты шли, как один человек, с одной мыслью – погибнуть, но отомстить полному отравителю. В конце этой лихой атаки подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й роты подпоручику 2-й по советской саперной роты Стрижеминскому, который и завершил столь бесславно начатое подпоручиком Котлинским дело. Котлинский умер весь журтого же дня и был посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Как-то не печально, но судьба крепости Осовец была уже решена. 23 августа здания и укрепления, оставленные русскими войсками крепости, были взорваны. Но атака Мех-513-й роты не была бессмысленной. Она стала памятником русскому солдату, который отдавал свою жизнь за свободу народов Европы, чтобы они сами могли выбирать свое будущее.